Здравствуйте! Вы смотрите Афишу. Меня зовут Юлия Исевер. Впереди длинные майские выходные, а это значит много свободного времени, чтобы посетить концерты и выставки, погулять в парках и скверах. Какая же культурно-развлекательная программа ожидает жителей Самары, расскажу в ближайшие минуты. В первый майский день самарцев ждут праздничные митинги, демонстрации и народные гуляния. На площади имени Куйбышева жители города смогут наблюдать шествие и митинг в честь праздника весны и труда. Также, согласно церковному календарю 1 мая, весь православный народ встретит воскресенье Христова. На набережной в воскресенье пройдет праздник Самара профессиональная. Для самарцев откроются развлекательные информационные площадки, ярмарка вакансий, центр занятости, пункты по набору персонала ведущих предприятий, центр по набору на военную службу по контракту. Все желающие смогут попробовать создать нормы ГТО. Любителей активного отдыха, игровые площадки, мини-гольф, фристайл. Для детей настольные игры, место для активного творчества, контактный зоопарк. Праздник начнется в 11.30. Полевой спуск в районе памятника Григория Засекина. Там же в 13.00 пройдет праздничный митинг, а сразу после в небе над Волгой развернется красочное авиационное представление. Особый сюрприз готовят спортсмены-парашютисты. Они запланировали совершить управляемое приземление прямо на набережную. Концертная программа продлится до 18 часов. Присоединяйтесь. Для маленьких театралов 30 апреля актеры Театра Кукол заготовили сюрприз. На сцене премьера спектакль «Багаж». Спектакль состоит из трех произведений Самуила Маршака. Вот какой рассеянный пудель и багаж. На этих замечательных стихах выросло несколько поколений читателей. Театр Кукол предлагает свое уникальное прочтение классики детской литературы. Итак, 30 апреля спектакль «Багаж». Днем позже, в воскресенье, в Театре Кукол уже полюбившийся многими спектакль «Дюймовочка». Однажды из волшебного цветка появилась на свет крохотная девочка. Беззаботно жила дюймовочка среди цветов, бабочек и фей, но случилась беда. Большая жаба унесла ее на болото. Много приключений ожидает дюймовочку, прежде чем сбудется ее мечта – встретить прекрасного эльфа, обрести крылья и улететь в сказочную страну. В Самарском литературно-мемориальном музее имени Горького проходит интерактивная выставка «Жили-были царь с царицей». В основу этой выставки легли пять народных сказок, рассказанных Алексеем Николаевичем Толстым. И дети, и взрослые смогут пройти по ступенькам сказочной истории. В самом начале пять волшебных столбов укажут на разные сказочные дороги. На каждой из них участников ждут свои испытания, а в конце ребята устроят пир на весь мир, чтобы потом с гордостью сказать «Я там был», мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Выставка ждет своих посетителей. Поистине насыщенные выходные ожидаются. Как их провести, конечно, решать вам. Мы же верим, что наша афиша поможет вам сделать выбор. Всего хорошего. Всем мир, труд, май. Субтитры создавал DimaTorzok